100 лекций с Дмитрием Быковым или Лохвицкая, есть две версии произношения этой замечательной фамилии, Лохвицкая более распространена, дебютировала довольно поздно, в 1901 году, когда было ей уже больше 25 лет. Но она и считала неприличным печататься, когда ее сестра Мира Лохвицкая, романтическая поэтесса, рано, увы, умершая от туберкулеза, как бы всю семейную литературную славу перетянула на себя. Тейфи всегда печаталась под псевдонимом, который она почерпнула из старой английской сказки. И почему-то так это, в общем, приросло, что женщину эту вполне серьезную, грустную, даже в некоторых отношениях трагическую, никто уже иначе и не называл. Ну, а как она пишет сама в выступлении Хаммеришковских, очень нескоро я перестала быть для них этой Тейфи и стала просто Тейфи. А когда Николая Второго спрашивали, кого из литераторов хотел бы он пригласить выступить на 300-летии Дома Романовых или поучаствовать в соответствующем сборнике, он ответил, никого не надо, одну Тейфи. Она была любимым автором Николая, любимым автором Бунина. Весьма высоко ценили ее и в советской России, потому что ее сборники продолжали переиздаваться в издательстве «Зив», «Семля и фабрика», не принося ей ни копейки. Ну, естественно, писалось обязательное предисловие о том, что вот раньше была такая обличающая сатира, а по сути дела сатирик обличал только сам себя, поскольку он был мещанином. Вот теперь случилась революция, и у нас есть другая наша советская сатира, но мы можем оглянуться на старую с легким чувством ностальгии и с нисхождением. Можно сказать, что Тейфи – это совершенно особый юмор, как и совершенно особым был весь юмор сатирикона, основанного Аркадием Аверченко. Аверченко умудрился привлечь к литературе, к сотрудничеству самых одаренных людей, включая, кстати, даже Маяковского, который в сатириконе, невзирая на весь свой нонконформизм, на весь свой протест против общества, в популярнейшем буржуазном журнале весьма охотно печатался. Правда, без разбивки на лесенку. Уж там от него потребовали хотя бы приличной стихотворной внешности. Тейфи, Саша Черный, Аркадий Бухов, очень часто Куприн с пародиями, практически все крупнейшие поэты, и даже Бунин иногда, и уж, конечно, Грин с замечательными рассказами, все находили у Аверченко гонорар и гостеприимный кров. Всех он как-то умудрялся вовлечь в жизнь лучшего и главного русского, даже не сатирического, даже не умористического, а просто литературного журнала. Но в чем же была принципиальная новизна Аверченковской сатиры? Об этом никто еще пока не задумывался. Очень многие, кстати, писали о том, что вот в эпоху, когда в литературе царствовала мрачность, самоубийство, больная эротика, когда в юмористике единственной дозвольной темой была теща, Аверченко вдруг внес в литературу запас своей южной, харьковской, своей прекрасной жизнерадостности. Когда я, кстати, спросил Фазилия Искандера, тоже южанину, почему российские сатирики и юмористы, начиная с Гоголя, сплошь южане, приехавшие на север, он ответил очень справедливо, что еще делать южанину, приехавшему оттуда, где все друг другу рады, на севере, где каждый друг друга встречает болезненные гримасы. Юмор здесь становится единственной самозащитой. Нужно сказать, что юмор Аверченко – это действительно своего рода самозащита. Я рискнул сказать, что это юмор не социальный, не ситуативный, не словесный даже. Это юмор онтологический, рискнул бы я сказать, потому что юмор абсурдистский, потому что сомнению, высмеиванию подвергаются самые основы бытия. И Тэфи очень хорошо туда вписалась, потому что Тэфи, она пишет о том, как в сущности все смешно, как все абсурдно, как жалкие и абсурдные попытки дуры казаться демонической женщиной, попытки бездари казаться талантом. Она высмеивает и жалеет человеческую природу, которая вечно пыжится вместо того, чтобы чувствовать глубоко и искренне. Ну, я для того, чтобы продемонстрировать стиль Тэфи, то, что Саша Черный называл тайной смеющихся слов, процитирую, пожалуй, единственный ее рассказ, который весь вмещается в две минуты чтения, и который являет нам ту удивительную смесь сарказма, брезгливости легкой, насмешки и любви, которая живет в произведениях Тэфи. Это самый знаменитый рассказ про ворство рук. В дверях маленького деревянного балаганчика, в котором по воскресеньям танцевала и разыгрывала благодворительные спектакли местной молодежи, красовалась длинная красная афиша. Специально проездом, по желанию публики, сеанс грандиознейшего факира из черной и белой магии. Поразительнейшие фокусы, как то. Сжигание платка на глазах, добывание серебряного рубля из носа почтеннейшей публики и прочее вопреки природе. Из бокового окошечка выглядывала голова и печально продавала билеты. Дождь шел с утра, деревья намокли, набухли, обливаясь серым мелким дождем, покорно и не отряхиваясь. У самого входа пузырилась и булькала большая лужа. Билетов было продано только на три рубля. Стало темнеть. Печальная голова вздохнула, скрылась и из дверей вылез маленький облезлый господин неопределенного возраста. Придерживая двумя руками пальто у ворота, он задрал голову и оглядел небо со всех сторон. Ни одной дыры, все серо. В Тимашове прогар, в Щеграх прогар, в Дмитриеве прогар, в Обаяне прогар. Где не прогар, я спрашиваю? Судье почетный билет послан, голове послан господину исправнику. Пойду лампы заправлять. Он бросил взгляд на афишу и оторваться не мог. Что им еще нужно? Нарыв на голове, что ли? К восьми часам стали собираться. На почетные места или никто не приходил, или посылали прислугу. На стоячие места пришли какие-то пьяные и сразу стали грозить, что требуют денег обратно. К половине девятого выяснилось, что больше не придет никто. Те, кто сидели, громко и определенно ругались. Оттягивать дальше было просто опасно. Фокусник напялил длинный сюртук с каждой гастроли, становившейся все шире. Вздохнул, перекрестился, взял коробку с таинственными принадлежностями и вышел на сцену. Несколько секунд он стоял молча и думал. Сбор 4 рубля. Керосин 6 гривен. Помещение 8 рублей. Головин сын на почетном месте. Пусть себе. Но как я уеду и на что буду кушать, я вас спрашиваю. Почему пусто? Я бы сам валил толпой на такую программу. Браво! Заорал один из пьяных. Фокусник очнулся, зажег на столе свечку и сказал. Уважаемая публика, позволю предпослать вам предисловие. То, что вы увидите здесь, не есть что-либо чудесное или колдовство, что противно нашей православной религии или даже запрещено полицией. Этого на свете совсем не бывает. Нет. Далеко не так. То, что вы здесь увидите, не что иное, как проворство рук. Даю вам честное слово, что никакого колдовства здесь не будет. Сейчас вы увидите появление крутого яйца в совершенно пустом платке. Он порылся в коробке и вынул свернутый в комочек пестрый платок. Руки его тряслись. Извольте убедиться, что платок совершенно пуст. Вот я его встряхиваю. Он встряхнул платок и растянул его руками. С утра одна булка и стакан чаю без сахара. А завтра что, думал он? Можете убедиться, что никакого яйца здесь нет. Публика зашевелилась. Вдруг один из пьяных загудел. Врешь! Вот яйцо! Где? Что? Растерялся Фокусник. А к платку на веревке привязано. С той стороны закричали глаза. На свечке просвечивает. Смущенный Фокусник повернул платок. Действительно, на шнурке висело яйцо. Эх ты! Заговорил кто-то уже дружелюбно. Тебе бы за свечку зайти, так незаметно было бы, а ты вперед залез. Так брать нельзя. Фокусник был бледен и криво улыбался. Это действительно, сказал он. Я, впрочем, предупреждал, что это не колдовство, а проворство рук. Извините, господа. Голос у него пресекся и задрожал. Да ладно, валяй дальше. Приступим к следующему поразительному явлению, которое покажется вам еще удивительней. Пусть кто-нибудь из почтеннейшей публики одолжит мне свой носовой платок. Публика стеснялась. Многие уже было вынули, но, посмотрев внимательно, поспешно спрятали. Тогда Фокусник подошел к сыну городского головы и протянул дрожащую руку. Я бы, конечно, взял и свой платок, так как это совершенно безопасно. Но вы можете подумать, что я что-то подменил. Сын головы дал свой платок и Фокусник встряхнул его. Прошу убедиться, совершенно целый платок. Сын головы гордо смотрел на публику. Теперь, глядите, этот платок стал волшебным. Теперь я свертываю его трубочкой, подношу к свечке и зажигаю. Горит! Отгорел весь угол, видите? Публика вытянул шею. Верно, закричал пьяный, паленым пахнет. Теперь я сосчитаю до трех, и платок опять будет целым. Раз, два, три, извольте убедиться. Он гордо и ловко расправил платок. А хахнула публика. Посреди платка изъяла огромная паленая дыра. Однако, сказал сын головы, засопел носом. Фокусник приложил платок к груди и заплакал. Господа, посетнейшая публика, сбору никакого. Дождь с утра, куда не попаду, везде. С утра не ел, не ел на булку копейку. Да мы ничего, бог с тобой, кричала публика. Разве мы звери? Господь с тобой. Фокусник всхлепул и утирал нос волшебным платком. Четыре рубля сбору помещения, восемь. Какая-то баба всхлепнула. Да полно тебя, о господи. Всю душу выворотил. Кричали кругом. В дверь просунулась голова в клеенчатом капюшоне. Это что? Расходись по домам. Все встали, вышли, захлюплю по лужам. Я вам что, братцы, скажу? Вдруг ясно и звонко сказал один из пьяных. Все приостановились. Ведь подлец народ пошел. Он с тебя деньги сдерет, он тебе же душу выворотит, а? Вздуть ухнул кто-то во мгле. Именно вздуть. Кто со мной? Марш. Безо всякой совести народ. Деньги, площадь, да не краденые. Но мы тебе покажем. Живо. Вот, собственно, это жживо через дваже. Это вздуть ухнул кто-то во мгле. Это яйцо к платку на веревке привязал. Это именно секрет смеющихся слов. Стилистически очень тонкая игра, которая, в общем, и открывается-то не сразу. Но понятное дело, что Тэфи очень свободно совмещает и комбинирует слова из абсолютно разных языковых пластов, неологизма, канцеляризма, какие-то милые детские ульгаризмы. Все это у нее образует единый такой горячий поток. Но прелесть-то, конечно, не в этой лексической игре, которая всякому талантливому автору после Чехова должна уже гораздо легче даваться. Прелесть, в особенности взгляда на жизнь, которую у Тэфи есть, именно в удивительном сочетании легкой брезгливости, потому что все вокруг дураки, и глубочайшего сострадания. Тэфи написала очень много и, главным образом, конечно, наиболее серьезный, как ни странно, текст ее, появившийся уже в эмиграции. Потому что в эмиграции появилось больше поводов всех жалеть и при этом всех презирать. Конечно, лучшая книга о русской эмиграции – это сборник эфилитонов «Городок», где городок, давший заглавие книги, вот эта прелестная характеристика русского Парижа, маленького городка внутри огромного Парижа, она остается абсолютно справедливой и в наши дни, но с той еще разницей, что очень многие сегодня живут эмигрантами в собственной стране, точно так же не чувствуют себя на месте. Точно такие же вечные разговоры «кё-фэр», «фэр-то-ке», вот именно после Тэфи это вошло в «фэр-то-ке», «делать-то что?» – это общее отсутствие почвы. И невозможность наладить коммуникацию какую-то внутри этого одиночества героев Тэфи доходит до того, что герои ее привязываются к мухе, привязываются к куску сургуча, который человек вывез из России, и всю жизнь этот невидимый, таинственный друг рядом с ним провел, а теперь вдруг потерялся. Вот этот апофеоз одиночества, когда не хватает мухи, который привязался, это только Тэфи могла бы написать. Практически все сохранившиеся у нас мемуарные свидетельства о них, кто бы они ни вспоминал, самые желчные люди, вспоминают Тэфи как ангела. И поэтому, когда мы думаем об ее последних годах, отравленных и болезнью, и бедностью, мы должны сургусом признать, что эта женщина была, наверное, самым мужественным и сдержанным человеком в эмиграции. Мы не услышали от нее ни одного худого слова. Расставшись с дочерьми, которые жили отдельно и жили совершенно другой жизнью, давно расставшись с мужем, живя, в общем, без постоянного заработка, пробавляясь эмигрантскими филетонами и изредка публичными чтениями, Тэфи была одной из очень немногих, кто даже на секунду не подумал о соблазне возвращения. Когда в 45-м году всем эмигрантам было широким жестом возвращено гражданство, и сталинский эмиссар Константин Симонов почти уговорил Бунина, почти уговорил Бунина вернуться. Тэфи он даже не пытался уговорить, потому что про нее почему-то всем с самого начала было понятно. Было понятно, что она с советской властью стилистически несовместима. И чтобы уж не заканчивать на грустной ноте, повспоминаем немножко из всемирной истории, обработанной сатириконом, из гениального абсолютно текста, в котором Тэфи написала самую лучшую часть, написала она Рим, Грецию, Осирию, вообще античность, всю древнюю историю. Посмотрим, как это выглядело. Кстати говоря, многое очень ушло в язык. На Иране жили народы, названия которых оканчивались на Яне, Бактряне и Медяне, кроме персов, которые оканчивались на Сы. Бактряне и Медяне быстро утратили свое мужество и предались изнеженности. А у персидского царя Остяга родился внук Кир, основавший персидскую монархию. Войдя в возраст, Кир победил лидийского царя Креза и стал жарить его на костре. Во время этой процедуры Крез вдруг воскликнул «О, Салон, Салон, Салон!» Это очень удивило мудрого Кира. Подобных слов признался он друзьям. Я еще не слышал от жарящихся. Он поманил Креза к себе и стал расспрашивать, что это значит. Тогда Крез рассказал, что его посетил греческий мудрец Салон. Желая пустить мудрецу пыль в глаза, Крез показал ему свои сокровища, и чтобы подразнить, спросил Салона, кого он считает самым счастливым человеком на свете. Если бы Салон был джентльменом, он бы, конечно, сказал «Вас, Ваше Величество!» Но мудрец был человек простоватый, недалекий, и ляпнул, что прежде смерти никто не может сказать про себя, что он счастлив. Так как Крез был царь развитой не по летам, то тотчас понял, что после смерти люди разговаривают редко. Так что похвастаться своим счастьем не придется. И очень на Салона обиделся. История эта потрясла слабонервного Кира. Он извинился перед Крезом и даже не стал его дожаривать. Собственно говоря, только вот в этом изложении замечательном уже видно, до какой степени Тефи и ужасается жестокости и абсурду мира. И все-таки как она мягко и снисходительно прикасается к этому. Древние персы отличались мужеством и простотой нравов. Сыновей своих учили трем предметам. Ездить верхом, стрелять из лука и говорить правду. Молодой человек, не сдавший экзамены по этим предметам, не принимался на государственную службу. Мало-помалу персы стали предаваться изнеженному образу жизни. Перестали ездить верхом, забыли, как стрелять из лука. И праздно проводя время, только резали правду матку. Вследствие этого персидское государство быстро пришло в упадок. Прежде персидские юноши ели только хлеб и овощи. Развратясь и разнежись, 30-й год до Рождества Христова, они потребовали супу. Этим воспользовался Александр Бакедонский и завоевал Персию. Вот, понимаете, то, как Тэффи работает со штампом, она же обрабатывает, в общем, гимназическую джадник, предались изнеженности, да, говорить правду и так далее. Она обрабатывает штампы. Но то, как она подходит к этим штампам, тоже любовно же, по-своему, на самом деле. Это как раз вызывает у читателя глубочайшую благодарность и нежность. И, в общем, если сейчас посмотреть на русскую литературу не только десятого, а всех десятых годов становится понятно, что по-настоящему готова к грядущим катастрофам была одна Тэффи, которая все про человечество понимала и продолжала его любить. Может быть, поэтому только из нее и получился настоящий писатель русской эмиграции. Ну, не считая, конечно, еще Бунина, который так боялся смерти, и чем дальше, тем больше, что ближе к смерти писал все лучше. Что касается, тут был вопрос про последние годы жизни Тэффи. Тэффи умерла в 52-м году, в глубокой уже старости, и не теряла бодрости духа до последнего момента. В частности, известна ее записка другу ее, литературному Борису Филимонову. Нет больше... Это тоже перефразировка библейского уже штампа. Нет больше любви, как кто отдаст Морфий другу своему. Действительно, поделился Филимонов Морфием, потому что она очень страдала от болей в костях, в суставах. Ну, пожалуй, дружба с Филимоновым – это самое доброе, самое яркое воспоминание его последних дней. Она его пережила, к сожалению. Переписка с Буниным, которая продолжалась почти до самого конца жизни обоих. Они умерли оба почти одновременно. Отчасти, конечно, радовало ее то, что ее продолжают знать и переиздавать в Советском Союзе, за что она опять ни копейки не получала. Она писала довольно много автобиографических очерков, и вот что удивительно. Сейчас Вагриус издал... То есть не Вагриус уже, а Прозаик, то, что от Вагриуса осталось. Прозаик издал довольно толстый том автобиографических и чудов Тэфи. В них поражает то, что она в старости не смягчилась. Понимаете, обычно читаешь какую-то старческую сентиментальность, какую-то доброжелательную робкую болтовню, все прежние оценки, прежняя зоркость, куда что делать. Два человека не смягчились. Бунин, который продолжал писать с той же убийственной точностью, и Тэфи, которая продолжала также упорно раздавать совершенно нелицеприятные оценки. Вот и очерк о Мережковских, о том, что они были не совсем люди, что их живые люди совершенно не интересовали, что в романах Мережковского действуют не люди, а идеи. Это сказано не очень точно, даже, пожалуй, жестоко, но она так думала, она так видела. Все, что она писала, например, об Алексее Толстом, замечательный очерк, там, Алешка, Алешка, ни капельки-то ты не изменился. Это написано с абсолютной беспощадностью и трезвостью. Она видела, как он врал, видела, как ему он вырос, какого он вырос чудовищным конформиста в СССР. Но за талант прощала и любила, и говорила о том, что все Алешку любили. То есть и любовь, и зоркость никуда не делись. Вот помните, Феджеральд говорил, да, самое трудное совмещать в голове две взаимоисключающие мысли и при этом действовать. Вот Тэфи умудрялась сочетать взаимоисключающие вещи. Вот эта невероятная зоркость и все-таки любовь, все-таки снискажение. Это, наверное, потому, что и все люди ей, красавицы сказочно одаренные, представлялись не очень счастливыми, представлялись мелковатыми. Это та высота взгляда, которую одаренный человек может себе позволить. И поэтому вот так приятно о ней думать. Есть ли в таком случае нечто общее между Кузьминым и Тэфи? Оба концентрируются на радости жизни. Ну, оно есть, конечно, и даже они дружили. В чем радость общая? Вот дело в том, что, понимаете, сейчас скажу. Кузьмин, он же тоже утешитель. В нем не было морального ригоризма, этого очень свойственного русской литературы. Он людей жалел. И Тэфи жалела. В них вот нет этой непримиримости. В них нет этой злобы. Ну, потому что Кузьмин же старообрядец. Он христианская душа. И невзирая на все его грехи, на все его увлечения куртуазным веком. В нем очень много христианства. В нем очень много изначального милосердия к человеку. И в Тэфи этого очень много. Я думаю, что вот только они и были настоящими христианами. Он, который всю жизнь страдал от всеобщего осуждения. Не она, а которая всю жизнь очень жестоко страдала от обсессивно-компульсивного синдрома. Вот этот постоянный подсчет окон. Ну, это то, что описала подробно Адоевцева. Там игромания, считывание примет постоянное. Там считать все. Масса навязчивых ритуалов. Она страдала от этого, как все тонко организованные люди. Но при всем при этом в основе, конечно, их мировоззрения, и у Кузьмина, и у нее, лежит глубочайшее сострадание ко всем. И, между прочим, что еще важно, оба певчие птицы. И Кузьмин, и она пионеры авторской песни в России. Ведь несколько авторских песен под гитару. Первые сочинила именно Тейфи. Еще в седьмом году до всякого Вертинского. И точно так же Кузьмин, аккомпанируя себя на фортепиано, пел эти первые авторские песни. Там, если завтра будет солнце, мы на фьезале поедем. Или там, если завтра будет дождь, другое мы найдем. Вот эти все легкие игровые песенки. И, между прочим, песни Тейфи и песни Кузьмина даже текстуально очень похожи. Вот как кто написал «Три юных по жабке дали, навеки свой берег родной». Но это Тейфи, а мог быть Кузьмин, шансвободно. А в следующий раз мы поговорим именно о блоке, о самой трагической книге его лирики «Ночные часы». «Ночные часы». Продолжение следует...